Сегодня в обед понтонный мост в Соломином перекрыли. Автомобилисты на 45 минут оказались в пробке. Рабочие на переправе устанавливали металлические пластины. Задача конструкции – сгладить заезд на понтон. Как известно, в Онега опустилась вода, и Соломинский мост стало невозможно преодолеть, не повредив подвеску. Сейчас ремонтируем аппарель. Этого ремонта должно хватить до лета. Мост в Соломином будут латать из года в год. Крупных сумм на его полноценный капитальный ремонт у Петрозаводска нет. Если мне не изменяет память, с 2019 года планируется поступление финансирования в случае, если эта программа будет утверждена. Пока что это консенсия. Это означает, автомобилисты еще пять лет будут расплачиваться за путь в Соломинное в автосервисах карельской столицы. Каждый раз, проезжая здесь, делаешь музыку погромче, так как жалко, да ужас, вот этот скрежет обжелезные листы. Ну, надеюсь, что все-таки администрация города сочтет нужным, потому что там тоже часть города, и она, получается, остается у нас отрезана от цивилизации таким количеством аварий, ДТП, которые здесь случаются постоянно. Петрозаводчанка Ювжена выиграла суд против администрации города. В сентябре она разбила машину на понтонном мосту. Требования предъявлялись к администрации Петрозаводского городского округа. Независимый оценщик оценил ущерб в 60 тысяч 55 рублей. Требования удовлетворены в полном объеме. Также взысканы все судебные расходы. Безусловно, результатом мы довольны. В моей практике это первый случай. Автомобилистка выиграла у мэрии иск на 60 тысяч рублей. Выходит, за ужасы понтонного моста теперь платят не только автомобилисты, но и чиновники. Оставил на мосту запчасть, придержи эмоции для разбирательства в суде. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+.